дамы и господа всем огромный привет отличный сегодня просто потрясающий я все-таки выполняю ваши требования когда вы хотите увидеть это необычное вы просите меня сравнить несравнимое впихнуть не впихуемое и все в этом роде я все-таки это делаю для вас в том же самое главное чтобы все наши сумасшедшие идею платили в жизни наверно хорошем смысле конечно же чтобы какая-то интересная составляющая была вы не поверите март март конец марта смотрите как вальнул снежок а вот этот дымок и снежок а под снежком у нас лед так что будьте аккуратны кто уже переобулся на трассе особенно можно там такой пируэт совершить что же я для вас сегодня подготовил интересный автомобиль определенный интересный российский автопром и немецкий автопром что я все время хотел сравнить победу советский автопром и рассказать людям насколько они были крепкие насколько они были непробиваемые с 6 но пока еще в хорошем состоянии в оригинале победы я не нашел такие дела так что готовьтесь будет интересно будет действительно интересно вот они две тачки друзья которые я вам сегодня покажу и придумата сравнение то есть никакой там обзор интерьер-экстерьер это не повторясь драйв это вообще не на здравь не как это просто сравнение двух авто девочек вы видите бмв x671 кузов и лада приора да ребята вот такое сравнение странная конечно я понимаю но люди больше обожают странность похоже больше всего любят это дело в общем как ни странно но этот этот автомобиль да как ни странно этот и тот автомобиль 2011 года приора стоит 450 тысяч рублей x стоит два миллиона двести тысяч рублей да вот такие две красотки российский автопром и немецкий автопром приора двигатель 1698 машина все там дизелек о-хо-хо-хо-хо дизелек невероятно даже не буду говорить сколько там крутящего момента это просто крыша основная тема ну чтож да вот икс сборка автотор икса соответственно ну и приора понятное дело сборка российская не могла собираться где-то там финляндии японии стоит где-то еще 450000 2 миллиона 200 тысяч это прям до 11 год этот этот сейчас я запустил посмотрим вообще на что они способны к чему эти автомобили нас подталкивают располагает самому дико интересно с чего я начну с чего я начну на контрасте наверно с приоры друзья наверно споры так пока молотит постепенно он дизелек конечно перебивает по звуку приору ну а как бы то ни было как бы то ни было вот так все классно приора ухоженная кстати достаточно опа стоит только захотеть запрыгнуть в эту прибору классную и все ок то смотрите как и все готово такую приборку где-то видели я тоже посмотрите-ка все классно там с первого раза запускается она как она звучит и посмотреть стингер поставить я думаю сексу можно прям поспорить 40 до кстати на их здравия 40 до понимаете на такой движок красота ну что ж приора во всем простота тут климатическая установка это как бы не климат-контрольный уже не кондиционер потому что есть авто вот candy и температура различные зоны мультимедиа простая и избе аукс что еще здесь у нас обогрева и рециркуляция автосвет похожие такие часы классные вот с такой настройкой вот есть оригинальный подлокотник так все выглядит конечно смешно подогрева сидений все работает открытие для багажника пятиступка обычно на больших пробегов все очень уставшая 11000 на одометре показывает ну что ж так где у нас гудок о классный гудок кстати руль очень легкий приятно все здорово но место не очень много в этом автомобиле зато ухоженный посмотрите как все прям зализано в этом авто здесь есть тоже подсветку стала а вот так только работает и все но смотрите сами все очень простое автомобиль на повседнев на каждый день ну что делать такая простая . ничего особенного здесь нет определенных ах зато что такое вот истертая потертая сломанная но вы думаете их с идеальным 2011 года нет конечно ему уже тоже не два-три года но приор это не гнилая x конечно еще и 30 лет пройдет он не сгниет такая красота оба тарабанят и при этом кузов то практически одинаковый если брать какие-то философские течения наверно бы фрейд если бы он жил в наше время он бы катался на иксе x67 бы был у него и пик ур наверно зажигал на этой приоре если это уместно для вас сравнение такое вот продолжаем дальше смотреть эти автомобили конечно диски тут просто бомбические 20 без ключевой доступ тоже имеется все зеркало кстати когда складывается раскладывается но в другую сторону сломанная ну то есть не так складывается а вот туда уезжает вообще бывает бывает салон кожа в хорошем состоянии даже подпор для горе нее такой красивый здесь есть раз два и все шикардос так дальше сели доводчик сработал но что премиум до сразу такой шок просто маленький как так приора и вот здесь такой премиум привыкаешь а что кто-то после там буквально nexi пересел на моих глазах на land rover range rover sport вот ребята накопили купили прям выдача была я присутствовал притом их еще до заправки даже сопроводили после nexi на новенький land rover range rover sport здесь у нас и подогрев пожалуйста и вентиляция сидений чего здесь только нет даже массаж есть массаж сиденья reaction стабилизация автоматическая трансмиссия камера заднего вида зеркала так опускаются тоже удобства парковки все можно настроить ай драйв прекрасно работает ну ребят после после условно говоря xa и 70 белый помните у меня был трехлитровый бензин поставки отправил с ним к двух недель даже трех недель немножко разочаровался и подутихли все мои мысли по поводу покупки с 5 6 ну x5 еще ладно в общем дизель если берете все хорошо как бы относительно но если бензинку о поверьте вот куда бы вы не полезли в этом авто в каком плане полезли менять что-то помпа генератор термостат все нужно снимать понимаете если у вас бензинка там 44 о проблемы будут большие друзья просто чтобы поменять допустим генератор стартер что-то еще до нужно подрамник снимать подвешивать 9 там вплоть до того что все потроха тоже опускать и пускай 30 тысяч стоит но работа будет там за соточку наверно с вас с вас возьмут если у вас нет механика которая от а до я знает и там за пару тысяч вам это сделает смысла нет брать вообще просто поставить на коленке особенно бензинка дизель то еще если все сделают он лет пять поездит но тоже вопросы поэтому я тоже в таком находился смятение что давай кому он да все ты даришь но блин сервис ребята то даже руль не трогали пробег 165 тысяч при том еще по страховым будь здоров они гоняют две три машины вытаскивают по стоимости ну такие махинации сейчас очень популярны как вы понимаете некоторые соблазняются тем что ох ты массаж так прикольно работает соблазняются тем что запретка запрет регистрационных действий покупают автомобиль допустим 2 10 это его отдают там за 700 за 800 тысяч то есть учет не поставить и в любой момент приставы приходят и забирает автомобиль у вас потому что вы не собственник и без денег ставите без автомобиля нужно смотреть запрет на что нами много миллионы там задолженности либо же какая-то ерунда тоже но если какой-то очень серьезный это очень большой риск но многие рискуют так все открывается элегантно руководство 9 changer да можно посмотреть 7 минут все по руководству здесь у нас привилегий я еще помню про этот автомобиль только появился на тот момент учился в институте что было он только появился как сейчас помню читал проект авто в журнале автопанорама но авторевю там были за рулем тоже я вот читаю автопанораму там в красном цвете спортивная активная купе первое в мире стоимость 2 миллиона пятьсот шестнадцать тысяч рублей составляла я такой думаю вау такие бешеные деньги на тот момент но в итоге иду я в институт на следующий день и мужик на черном x6 уже видимо забрался автосалона паркуется у себя возле дома я такой ничего себе вселенная какая быстрая только мечтаю него кто какой-то мужик уже купил и катается фантастика все и я прям загорелся таким желанием накоплю я уже неоднократно копил на этот автомобиль но в итоге что-то меня останавливало внутри я даже сам не понимаю наверное она самое правильное чувство которое ты не можешь объяснить но ты как бы это даже не интуиция не какое-то чувство вот прям ну ты уже почти почти взял и не берешь тебя снова какая-то сила такая оберегает от этого так и вышло друзья так вышло что слушайте свои внутренние я это оба ну что ж вот так все здесь работает так закрыть думаете он обратно закрывается ничего подобного вот так да нет нужно ручками поработать все дела ну что мультимедиа мультимедиа все работает прекрасно кнопка назад так информация в автомобиле сейчас посмотрим вордкомпьютерное состояние возьмем распределение тяги распределение тяги вот сюда и пожалуйста диагностика очередной то уровень масла все он вам покажет ведь уровень масла у любого автолюбителя спросите вам он сразу скажет если берешь головой лучше бери дизеля хоть первую серию как-нибудь найди там чтобы был дизель чтобы было не бензинка так что здесь у нас подстаканники необходимое здесь кстати все что вы понимали понимали здесь все на сенсоре смотрите вот так все идет все показано вы говорите тойота там от сап дисплее делает сенсора 2011 год тоже сенсор но нет таких моментов допустим как вот эти краунда когда вот так все ходит своими нажимаешь и туда сюда все болтается нужно вставлять ключик чтобы запустить да такое дело подсветка ну что здесь конечно подольше задержался до чем в приоре да это понятное дело электро руль рулевая колонка здесь так и грузить прекрасно работает хатсап дисплей тоже все четыре стекла полностью автоматически есть конечно не двойные стекла туманки все что есть включаем из-за дисплей регулируем дальность фарк обычная варе включаем подглевые лепестки переключения передачу мультируется классно настраиваешь эти мультиконтурные сиденья под себя это прям удовольствие все регулируется и подголовник и спинка и нижняя верхняя часть зажимают тебя соответственно вот боковушки тоже поясничный подпор ну все есть настоящий мульти контур такого в приоре конечно встречишь хоть как-то и тюнингой не получится смотрите по этому зеркалу видите ну а не смотрите сложилось странно раскладывается в во-во-во-во пошло дело вот так почему-то она раскладывается элемент который отвечает за то что она становится определенном положении нагнулся поэтому приходится такого поставить обратно бывает вот пожалуйста дизелек сухой немало но все поедет хорошо так как он тарахтит вот такой быть дизелек приору 3 секунды до сотки 2 2 2 2 3 1 2 3 4 5 6 2 2 3 5 5 6 5 5 5 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 8 10 10 10 10 11 11 12 12 12 12 12 13 13 14 15 14 14 14 18 14 15 17 15 20 20 15 21 тоже автомобиль и за что зацепиться здесь упоров нет просто палка так я ставлю ухты и мои не с первого раза тяжеленный капота посмотрите сколько здесь шумки вот от сих до сих называется она иксея пожалели видите легенькая все на приори мощная крепкая посмотрите 6 марь красота просто вот ни в какой комплектации вы все такого не встретите смотрите супер технология дороже все работает шикарно сухое так все два амперсов стоять новая кб здесь стоит тюмень да здесь расширительный антипресс тоже своих проблем хватает с этим мотором 1008-клапанный мотор поверьте вопросов миллион так это все дело выглядит закрытие открытия дверей чисто ради эксперимента это прям как пять дверей приора и с легенькой вот мизинчиком мизинчиком попробуй здесь мизинчиком открыть сломаешь на сиденье очень хорошее состояние но вы понимаете за ними ухаживать перешивать от боковушки что-то еще там до 500 600 тысяч вы не поймете по сидушкам какой пробег да и не заминаются до лопается что-то но вот не определишь пробег потому что кожа вот эти места очень высок качественно софт-тач особенно летом расклеивается и все это дело приходит негодность трескается моменты порой можно подумать даже у икса больше вопросов чем у приора может и так может и так друзья кто знает подстаканники так все выглядит тут вот прям лампочки виднеется посмотрите интересно вот спорт активити куб видите скошенная часть потом уже появился галя купешка audi q8 и так далее на первый сутки сделал это да ребята молодцы шторки такие шторки можно сайт найти для собственно приора вообще без проблем вот на контрасте приора родная красивая красотка я не говорю что там не люблю немецкие авто но 450 тысяч рублей и 2 миллион 200 тысяч рублей хорошо за 450 заберу у меня еще 500 тысяч будет на тюнинг и поверьте приора за миллион рублей с тюнингом под 500 тысяч будет гораздо эффектнее смотреться для девчонок чем из 6 за 2 200 это со стопроцентной уверенности утверждая все крепко мощно солидно здесь электропривод для крышки багажника есть так нажимаю результат получая камера светодиодная подсветка но не до конца его можно еще вот так приподнять таким образом складывается все это сейчас специально все вытащил на замок закрывается вот так все важно держать не держит ваше мнение наш приоритет бмв такие дела все из алюминия здесь вот эти моменты с рельсами связаны у вас здесь электропривода уж не будет сами понимаете так вот еще планочка может отвалиться в любой момент вообще запросто так открываю вот таким образом просто интересно если салон перекинуть в приору и от икса как будет это выглядит здорово да и здорово ну вот на такой же угол кстати открывается на такой же угол и посмотрите вот с этого ракурса чем приора хэтч это не 6 выскажите мне чем она нить 6 определенно из китс сравнение прям превосходные даже здесь уже все поставили дополнительно на липучки вот пожалуйста запаска все необходимые дыры уж смотрите дырявые но это это делается здесь тоже садыря но не все такого не будет конечно здесь багажник пошире просто может там пару литров выигрывает здесь зато попрактичнее прерд пониже быть так в целом как-то даже не скажешь что супер плохо и так что здесь розетка есть приори нет да согласен здесь предохранители реле блок скрутка проводов еще что-то при том вот если на мойке что-то будет делать смотреть что вам не залили потом будете плакать и крокодилями слезами ремонт дорогой очень другой чтобы закрыть раз все произошло по готово здесь уже ручная работа вот таким образом закрываем при том крышка закрывается помощнее как был приоры по ощущениям по металлу понятное дело что больше наверное и качество покраски у икса но все же блины и эта тачка и эта тачка вот что вы хотите закрывая все это дело остановил оба вниз все с вашего позволения сейчас прокачусь сначала на иксе а потом уже после вкусе останется на приоре просто 20 все вот когда уже придумывают электропривод для крышки капота я вот жду все не дождусь это же не сложно будет просто электропривод добавьте чтоб она даже мало как крышка покажет все вроде тоже не к это гениальная вещь почему не добавляют такие вещи ума не приложу ну что же давайте странное конечно сравнение икса и приоры очень странно и так я уже вот сколько раз я приложился в это место я уже со счета сбился я еще вообще на льду там упал и этот момент кстати видео оставил говорю что и полетел вот так я прикладываюсь понимаете вот захожу тоже в приложился вот не без этого не без этого так все отвечаю пассаж то работает все его и все обязательно единственная живучая коробка коробки вопросов нет коробка опасно ну что погнали потихоньку как они настроили эту подвеску это просто удовольствие чем-то напоминает мне финик fx где-то 15 14 годов если тачка красиво выглядит она также классно нужно управляться и по подвеске чувствуется вот наверное этими моментами руководствовались в бмв как минимум разорвемся радиус разворот у него большой виду это вам не дэон икси не ровон какой-то развернуть большое широкий как тут дубасить на нем по плохой дороге у вас сразу подпадает желание потому что ну подвеска не располагает потихоньку да если хорошая дорога можно прям по наваливать сласть здесь такое себе а что это дизайнер стоит отдыхает что ускорение ускорение на лавочка он тролл еще что даже прогрет это хорошо он прям бешено ускоряется хо 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 представляете x6 на руке будет да на палке первая вторая третья четвертая свап механика с приоры на x6 да ну чтож ощущение какие оставляет более чем положительные вот если бы он был надежный как тойота хотя все катались бы лидер продажи в оба новой оставляет какие дверь тяжелая это прям нужно быть культуристом чтобы открывать закрывать перри ну вот так закрывается пока закрывать тоже не буду стоит отдыхает ждет своего нового владельца ну что теперь приора такой после 6 садишься вау 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 и тебя бра вообще как-то отрезает ситуация зачем тебе x6 когда есть приора вот просто подумай мужик пацан брата подумай есть же приора пристегнулся подоткнул пятую нах из первого раза отъехал назад ору легче руль легче она приятнее чувствуется шуфу вообще что свое родное нужно было и 6 нам нужно приора друзья красота вря подрывает ты смотри какая бестия где ты еще такой найдешь легкая управляемость прекрасно шумки нет да и ладно зато зато раз 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 все не отломается на вообще не проблема будем ездить небезопасно это привали мы на это ваааа не комфортно этот фу на тебя вообще какой комфорт мы же едем вперед вау вообще комфорт не нужен а подтыкается первого не очень вообще на пятачке развернулись x об этом просто мечтает разу и все посмотрите какая какафония звуков все родное красота просто вот ведь как весело на привале а на иксе не весело весело точнее авто сервисе что-то произойдет на тот пожалуйста руль вообще непонятно все колеса ударно поворачивается загадка просто не предугадаешь но в то же время руль то относительно точный довольствие ё-моё ну что ж ускорение ускорение давайте попробуем так ну чтоб сейчас пробую сучку да она просто разрывает наваливаем на приори да третье пожалуйста вообще ничего не надо какой там их 6 какой их 6 забудьте вообще приора за 450 все красота механика четырехконтурная пневмо сабвуфер обвесы чип выхлопнасос сделайте да вообще не упал это так 6 смотрите красота кто еще он такой подарит мы это расскажите никто это свое родное наше пускай там что-то отваливается не работает вот здесь вот подсветка уже все устало местный момент сзади места вообще нет вот тут что ты делай не делая сзади место никак вот даже попробую сейчас есть а смотрите сюда видите прям идеально отодвинули вот меня не по праву и процесс но вместо быть мало я там сразу говорю место будет мало ну-ка ведь как-то печально и сидушка смотрите качается попал качели настоящие вот сколько мест остается сел так как бы себя вообще вот так да ну такое себе дело вот так буду сидеть если вы еще молодой парень горячий амбициозный вам наверно приора если уже как бы все повидали то еще хотите себе удивить вот x наверно вам адреса он он вас удивит реально удивить всем и вся поверьте ваше представление о автомобилях будет размазана в разных плоскостях при том да и что такое положительная отрицательная кривизна вы тоже узнаете определенно ну и боевая как любовь на всю жизнь за хорошую любовь приходится платить кругленькую сумму ну вот и к 6 конечно больше места он шире он богаче по интерьеру по наполнению все гораздо лучше 6 до закрываю просто какой-то бункер такие дела вот друзья такой автомобиль ну конечно есть моменты из каким-то намеком на смех сами понимаете но в целом я прям не шучу ну тут что ли не шатается стушку смотрите здесь тоже шатается вот и на приоре здесь да честно говорить об этом есть моменты и там и там но 18-летнему племяшки я бы наверное взял приору а а уже 28-летнему наверное их 6 подумаете вы да ну нет конечно я бы взял ему honda и все ему радовался вообще а потом бы на сдачу еще купил астон мартин такие дела на этом все ну и тот автомобиль хороший этот просто это чисто наверное ваш выбор исключительно вот что понравилось то и покупаем на что хватает денег на что вы сможете содержать если у вас там всегда в месяц остается 150 20000 просто в кармане лежит вы там откладываете конечно x а если 10 15 20 тысяч на кармане тогда приора друзья я имею ввиду свободных 20-30 вы думаете вот на вал берется что-нибудь закажу на зоне что-нибудь куплю себе там еще куда-то потрачу просто свободное там 20-30 есть у вас в месяц остальные все платежи уже сделали и на себя потратили на других и маме и бабушке и дедушке и там кому-то еще помогли а если вы семейный у вас остается 20-30 свободных и они потом быстро вылетают тогда приора если там 200-300 и мы там сейчас на коне у вас разгар то тогда наверное стоит покататься и на x6 почему бы нет он тоже рациональный нужно с пониманием к этому относиться и конечно же прочувствовать этот автомобиль потому что живем один раз если у вас не было бы его блин ну тогда зачем я это все вообще делаю бессмыслица какая-то на этом все adios друзья пока